Ну, коррупция, да, это как, может быть, можно так пролюбое, да, так сказать, негатив или, так сказать, греховное проявление сказать, да, что искоренить ее полностью, стопроцентно невозможно, но минимизировать и, так сказать, минимизировать как ущерб от нее, так и это явление в целом, в принципе, конечно, реальный под силам. И мы видим, что здесь, опять же, в России далеко не все, значит, благополучно и делается правильно в этом направлении. Есть какие-то совершенно элементарные вещи, которые наше государство, да, вот, либо не специально закрывает глаза, либо, вот, может быть, как-то не доходит, да, до них, ну, например, вот, ротация, вот, есть такое просто понятие, как ротация государственных служащих. То есть, очевидно же всем, что чиновник, приходя на свое, значит, место, он не сразу же, да, там, получает возможности, начинает тут же, там, с первых же дней, вот, заниматься чем-то таким непристойным. Но если ты контролируешь, да, допустим, работник контрольного органа 20 лет сидит на одном месте, да, то риски, конечно, возникают значительные. И в подавляющем большинстве, допустим, развитых стран просто, как правило, существует ротация, значит, работников именно контрольных ведомств. То есть, ты можешь быть министром или, там, значит, работником министерства, чиновником министерства экономического развития или, там, угового органа, который занимается развитием достаточно долгое время без коррупционных рисков. Но контроль и надзор, да, это действительно сфера чрезвычайно чувствительная и коррупциогенная, да, у нас такое ощущение, что все просто переставлено с ног на голову, да, там, чиновники в экономическом блоке меняются довольно часто, а работники контрольных надзорных ведомств иногда сидят просто десятилетиями, да, вот, опять же, ситуация по федеральной темнопольной службе, которая знает досконально, да, то есть, там, как раз, вот, руководитель 13 лет, заместитель, и по 20 лет, на своем посту находится, причем, это единственный, получается, антимонопольный орган мира, российский ФАС, где нет у руководителя, его заместителей срочных контрактов, то есть, контракт на определенный срок, то есть, по всем странам мира, антимонопольные органы, срочные контракты 5-7 лет, у нас этого нет, да, это, конечно, только одна из мер, но, тем не менее, она, она очень важная, да, а, конечно, если говорить о денежном, там, содержании служащих, государственных служащих, здесь есть тоже, очевидно, значит, возможность, чтобы устранить вот этот, по крайней мере, по крайней мере, эти риски, да, повышение этого денежного содержания, нужно этого не бояться, у нас решена эта проблема, ну, только, может быть, для самых высших чиновников, там, как сотрудников администрации Белого дома, но по тем же, опять же, да, вот, работникам федеральных органов, особенно в регионах, да, в субъектах федерации, а не в центральном аппарате Москве, она оставляет желать лучшего, то есть, она ниже, даже, чем у чиновников, допустим, муниципальных или региональных, вот, то есть, нужно одновременно решать вопросы по численности, во многом случаях она избыточная, да, одновременно повышая довольствие денежного, значит, содержания служащих, чтобы, по крайней мере, да, вот, не сделали, не, 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 коррупция не была каким-то неизбежным, да, явлением для, просто, для поддержания штанов, как говорится, да, вот, нужно, ну, это, это все, наверное, только вот те условия, которые просто вот самые такие снимут, значит, очевидные вещи, безусловно, необходим, необходима прозрачность решений, и вот здесь тоже стоит обратить внимание на то, что у нас контроль, контроль, если говорить не о контроле, за бизнесом, да, у нас контроль, в принципе, стал избыточным, вот, не только бизнес страдает от бесчисленных контролеров, да, санэпидстанций и так далее, пожарников, как уже притча в языцах стала, да, у нас, например, школы страдают от избыточного контроля, ведь доходят до смешного, сейчас от директоров школ, вот, я узнал сам, это буквально, там, на прошлой неделе, для меня это было, значит, просто шоком, да, что, значит, директоров школ просят, просили прислать отчет о проведении нового года на всех ли окнах наклеенной снежинки, если не на всех, то это было, значит, плохо, да, то есть вот ощущение, что просто заняться нечем, вот, и контроль ведь превращается, вот, такой становится совершенно тупой, да, вот, вот, не за, не за, значит, содержанием, результатом, да, учебного процесса, да, ты по тем же школам же, в принципе, есть счетные показатели, как мне относиться, там, результаты ЕГЭ, там, процент поступления в ВУЗ и так далее, да, а вот за какими-то такими абсурдными вещами, вот, точно так же, на самом деле, наши чиновники во многом обложены многочисленным контролем, который, ну, как бы, вот следит за процедурой, не за содержанием, не за результатом, мы получаем ситуацию вот этой ленской забастовки, поэтому нужно не бояться нам делегировать ответственность, да, то есть вот, и одновременно ее повышают, то есть не обложив чиновника, да, всеми возможными видами, да, там, с проверяющих и надсмотрщиков над надсмотрщиками, да, над прокурорским надзором вводить еще, там, проверки следственного комитета, я сейчас, может быть, там, фантазирую или еще что-то, да, а наоборот, делегируя ответственность, ну, и говоря, что мы тебя будем спрашивать за результат, вот, тогда, на самом деле, мы просто и повысим результативность этого контроля, сэкономим на этом контроле, но и, на самом деле, повысим заинтересованность, мы получим, может быть, других людей, да, то есть сейчас во многом вот такая ситуация, да, она, она отупляет и приводит к отрицательной селекции на самой госслужбе, вот.